МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, конечно, потому что это такой определенный вызов. Я была готова на тот момент и уже знала многих людей, с которыми буду работать, и общалась в этом сообществе, скажем, профессиональном. Я же принимала участие в конкурсе «Лидеры России» и «Забайкальский кадровый призыв». В принципе, и до этого уже встречалась с Александром Михайловичем, до того, как предложение возглавить министерство поступило. Поэтому, в принципе, я рассматривала этот вариант. К тому же я понимала, что знание и опыт уже есть, и, ну, возможно, я бы пошла на вот такую должность. Но в любом случае это предложение было неожиданным. Я познакомилась с коллективом. Меня представили, я познакомилась с коллективом, рассказала о себе, посмотрела на свой будущий кадровый состав, на свою команду. Ну и, соответственно, познакомилась с какими-то определенными нормативными документами основными. И уже в этот же день я стала уже участницей оперативного совещания у губернатора. Ну и вот так дальше закрутилась. Для меня культура – это прежде всего культурная политика. И вот каким образом я буду выстраивать эту культурную политику? Потому что все равно же я же уже проблемы-то понимала. Все движение вперед, оно начинается с проблем. Когда ты видишь определенные проблемы, ты видишь направление, по которым ты пойдешь дальше. Ну и, соответственно, конечно, какие-то моменты уже в голове были. Они и сейчас у меня еще есть. И они будут, я надеюсь. И они только прирастают. Потому что чем больше я получаю знаний, чем больше я получаю опыта именно в этой сфере деятельности, тем больше у меня возникает предложений каких-то в голове. Ну и, соответственно, я выстраиваю их на команду. Именно за опыт в части производственно-экономической деятельности. То есть железная дорога, она более такая конкретная с точки зрения показателей бюджетных показателей, показателей повышения эффективности, показателей по расходной части, анализа именно каких-то расходных направлений учреждений тех или иных. То есть возможность именно анализировать и вырабатывать мероприятие повышения той или иной эффективности, как с точки зрения повышения доходной части, так с точки зрения снижения расходов и на то, чтобы выйти на те показатели, которые нам нужны. Вот именно вот в этом направлении, конечно, больше всего. Кроме этого, на железной дороге я научилась инвестиционным направлением работы. То есть как правильно работать с инвестициями, как их планировать, как их обосновывать, эти инвестиции, как их доказывать, формировать программы повышения эффективности, программы развития учреждений. На железной дороге большое-большое спасибо. Ну и потом, меня многому научила компания в части именно менеджмента, именно управленческих компетенций, именно повышения личной эффективности. То есть вот за это большое спасибо. Я много училась. Конечно, однозначно люди везде. И вне зависимости от того, какая у тебя сфера, если ты знаешь азы и основы определенного управления, планирования, целеполагания, то есть, конечно, это везде можно применять. Другой вопрос, что с какими-то гибкими издержками, но разговоров нет, потому что все равно мы же живем в одном и том же обществе, мы двигаемся вперед, также развиваемся. Другой вопрос, какой-то ресурсной составляющей, то есть где-то ресурсов больше, где-то ресурсов поменьше. Ну то есть на все на это есть риски, как ими управлять и так далее. То есть это тоже, в общем, нормально. Ну а самое главное для меня сейчас, чтобы это все именно легло четко в сферу моей деятельности, в сферу культуры региона. То есть вот это важно сейчас, чтобы это все было адаптировано именно к сфере культуры. Я из творческой семьи, это понятно. Мой отец профессиональный музыкант, художник. Мама у меня, правда, учительница, но тем не менее. Но они оба педагоги, скажем, только отец по музыке и изобразительному искусству, мама математик-физик. Но выросла я все равно в учительской семье. Однозначно была постоянно вовлечена в творческую деятельность. Отец как с рождения, там, и до юности. Школа у меня, в которой я училась, вообще мне повезло с учителями вообще изначально. Школа, в которой я училась, она была первой лидером таким в авангарде всех смотров художественной самодеятельности. Поэтому я, естественно, как и в пионерии, так и в комсомоле я его застала. Как раз, на мне как раз завершился комсомол, когда я выпускалась уже из средней школы. Поэтому везде я принимала участие. Конечно, я пела, я танцевала в коллективе, очень много лет танцевала в коллективе, в хорошем, под руководством профессионального хореографа. Ну, вообще, в целом, как бы, вот к рисованию я, наверное, как-то немножечко особо не направлена. Ну, и у меня и дочь, соответственно, она тоже творческий человек. Ну, всегда в творчестве была, занималась. Я даже на гитаре играю. Ну, вот как бы дома для себя. Не профессионально, но вот у меня есть такое немножко. Ой, когда у меня выпадает свободная минутка от работы, я ее посвящаю чтению, это однозначно. Ну, то есть, потому что это надо мне, я это жду прямо вообще, как воздух. И еще у меня ведь есть внучка маленькая, поэтому я любую минутку посвящаю семье. Однозначно, это муж, дочь и внучка. Ну, то есть, вот, моя семья мама, у меня брат, сестра. Ну, то есть, как бы, вот стараюсь все равно как-то вот побыть семьей, и даже в выходной день мы стараемся куда-то выехать на природу, допустим, всей семьей, чтобы ребятишки побегали, мы как-то там подышали, пообщались, потому что воздуха хочется, свежего воздуха.